Делать то, что угодно Богу. Евангелие от Иоанна 6 глава с 22 по 29 стих. На другой день народ, стоявший по ту сторону моря, видел, что там кроме одной лодки, в которую вошли ученики Его, иной не было, и что Иисус не входил в лодку с учениками Своими, а отплыли одни ученики Его. Между тем пришли из Тевериады другие лодки, близко к тому месту, где ели хлеб по благословении Господнем. Итак, когда народ увидел, что тут нет Иисуса, ни учеников Его, то вошли в лодки и приплыли в Капернаум, ища Иисуса. И, найдя Его на той стороне моря, сказали Ему, «Равви, когда ты сюда пришел?» Иисус сказал им в ответ, «Истинно, истинно говорю вам, вы ищете Меня не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и насытились. Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий, ибо на Нем положил печать Свою Отец, Бог». Итак, сказали Ему, «Что нам делать, чтобы творить дела Божии?» Иисус сказал им в ответ, «Вот дело Божие, чтобы творить дела Божии». «Чтобы вы веровали в Того, Кого Он послал». Размышления, часть 1. В поисках Иисуса. Евангелие от Иоанна, 6 глава, с 22 по 24 стих. После чуда насыщение пяти тысяч людей непрестанно следует за Иисусом. Иоанн уточняет, что в поисках его люди доходят до самого Капернаума. Они ищут его, не жалея сил, но делают это по разным причинам. Многим из них нужен ответ на их нужду, а некоторые хотят быть поближе к знаменитости. Нам необходимо заглянуть в свое сердце и понять, почему мы идем за Иисусом. Не затем ли, чтобы Он дал нам то, в чем мы нуждаемся? Конечно, нет ничего плохого в том, чтобы просить Бога о своих нуждах. Но давайте помним самое главное. Иисус Господь, избравший земной путь, чтобы пребывать с грешниками, явить там Отца и спасти тех, кто покается и уверует в Него. Потому мы и идем за Ним, что Он спас нас. Что подвигает вас следовать за Иисусом? Как вы можете взращивать в своем сердце желание развивать отношения с Господом? Размышления, часть 2. Веруйте в Иисуса. Евангелие от Иоанна 6 глава с 25 по 29 стих. Когда люди, наконец, находят Иисуса на другой стороне озера, они спрашивают, как Он туда попал. А Он понимает, что они искали Его только потому, что им хочется поесть. Его ответ, как мы часто видим это в Евангелии от Иоанна, указывает им на духовные истины. Иисус призывает их стараться искать пищу духовную, которую дает людям Он, Сын Человеческий. Далее Иисус разъясняет, что вера является самым большим из дел, угодных Богу, делая особое ударение на том, что вера не противопоставляется делам, ибо она сама является делом. Как Вы стараетесь о пище духовной? Угождаете ли Вы Богу своей верой? Молитва Господь Иисус, только Ты даруй жизнь и настоящую радость. Научи меня любить Тебя и следовать за Тобою. Во имя Твое я молюсь. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok